Добрый день, уважаемые подбасовцы! Ходьба – это, пожалуй, наиболее древний и наиболее доступный вид оздоровительного процесса. Чтобы ходьба приносила пользу, нужно помнить о том, что начинать ходить нужно постепенно. С 20-30 минут легким шагом и постепенно увеличивать время. Какая основная польза от ходьбы пешком? Уникальность ходьбы заключается в том, что ходьба влияет на весь организм. Она тренирует сердце, она укрепляет мышцы, она благотворно влияет на работу мозга. И даже кишечник положительно реагирует на ежедневную ходьбу. А скажите, какие существуют разновидности ходьбы? Ходьба бывает разная, все зависит от темпа. Это может быть медленная прогулочная ходьба – 3 км в час. Это может быть обычный шаг – 4-5 км. Быстрый шаг – это 7-8 км. Ну и различает еще спортивную ходьбу до 15 км в час. А возможно ли совмещение ходьбы с какими-то элементами гимнастических упражнений? Безусловно. Если ваша подготовка, физическая подготовка позволяет это делать, ходьбу можно сочетать с махами, руками, растяжкой, ускорениями. Это, естественно, даст дополнительный импульс вашему организму. А форма одежды, обувь имеет значение при этом? Конечно. Форма одежды должна быть максимально удобная, особое внимание на обувь. Это должна быть спортивная обувь с хорошей подошвой, то есть это кроссовки. При этом уменьшится нагрузка на стопы, нагрузка на позвоночник. И ходьба доставит больше удовольствия, и это принесет больше пользы. А существуют ли какие-либо ограничения по ходьбе? Возможно, какие-то противопоказания по состоянию здоровья? Чтобы ходьба приносила пользу, особенно для лиц старшего возраста перед физической нагрузкой, я бы рекомендовал пройти консультацию врача. Потому что такие состояния, как нестабильная гипертония, прогрессирующая стенокаргия, нарушение ритма, сердце серьезные, они требуют особого подхода. И это возможно только после консультации врача. А для всех остальных граждан основной принцип – это постепенность. Начинать с легкой ходьбы, с 20-30 минут через день, и доходить часы больше ежедневно. То есть постепенность. А вот люди, которые страдают, к примеру, варикозным расширением вен, им необходимо для ходьбы надевать компрессионное белье? Если состояние вен таково, что они выпячиваются сильно, то сосудистые хирурги действительно рекомендуют надевать компрессионный трикотаж. Максимальное время для такой спортивной ходьбы сколько бы вы рекомендовали? Зависит от физической кондиции каждого конкретного человека. Спортсмены могут ходить и 100 километров, но в среднем ученые рекомендуют ходить людям 8-10 тысяч шагов ежедневно. А скандинавская ходьба? Скандинавская ходьба – это направление, которое получило распространение последние годы. Она подразумевает ходьбу вместе с палками. При этом физическая нагрузка увеличивается где-то в два раза. То есть работают практически все мышцы. И поэтому она позволяет нагружать организм человека более интенсивно, и, соответственно, пользу от него можно получить больше. Всем ли можно заниматься скандинавской ходьбой? Противопоказания такие же, так же, как и для простой ходьбы. Еще раз подчеркну, что лицам пожилого возраста, у кого есть какие-то соматические заболевания, начинать занятия нужно после консультации врача. Спасибо большое. Приятных вам прогулок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова